всем привет итак сегодня я поделюсь с вами своим такой информации своей радостью я приобрел на aliexpress вот такой вот крепление для велосипеда для самокада для камер экшен камер от фирмы sony ну во первых в следующем видео я обязательно сниму про камеру а с hdr а с 50 и постараюсь вам полностью рассказать почему я остановил свой выбор именно на этой камере и почему она на сегодняшний день для меня во всяком случае я считаю что она лучшая из лучших почему я объясню ну как бы во первых естественно там а из 300 или там трехтысячные они будут значительно лучше чем вот эта модель ну незначительно но чуть-чуть во всяком случае то что здесь электронный стабилизатор а в них идет оптический стабилизатор то есть стабилизация в по сути она чуть больше но и нужно учитывать то что они стоят не ну как бы не на 500 рублей дороже не на тысячи даже не на 5 не на 10 то есть если это можно купить тысяч за 10 то они стоят около 30 тысяч и я понимаю для себя во всяком случае я понимаю что лучше купить три такие камеры чем одну например там трехтысячную потому что мне вот этой электронной стабилизации в принципе мне ее достаточно и нет смысла никакого переплачивать там в три раза и приобретать трехсотую во первых во вторых не например здесь плюсом мне больше нравится то что цвет черный и честно говоря вот белый цвет он во первых более так бросается в глаза и мне он ну как бы не не так уж и нравится ну ладно сейчас вот про камеру это будет отдельное видео обязательно подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всех самых интересных событий а пока что давайте поговорим вот об этом крепеже который крепится к любой экшен камере sony собственно говоря вот так она крепится и можно установить на велосипед или на самокат фиксируется очень даже нормально то есть можно вот здесь есть такая резиновая прокладка которая очень сильно и туго натягивается на руль велосипеда ну обычная честно говоря я беру вот aquabox защитный для того чтобы ну в случае падения или если там отлетел камушек или еще что-то чтобы защитить свой объектив также я хочу вам с вами поделиться то что вот я сам придумал такую защиту для объектива дело в том что у меня была еще одна камера а с 50 и по случайности получается что я ее уронил и как говорится как бутерброд маслом вниз и также вот с этими камерами экшен камерами sony и она упала прямо на линзу на асфальт буквально одно падение там не не знаю с высоты там 30 или 40 сантиметров и честно сказать скол был очень большой и соответственно все что я не снимал было очень очень плохого качества получалось и соответственно я понял что покупая любую экшен камеру от sony нужно подумать о защите ну соответственно защита не стоит там в районе трех пяти тысяч честно говоря как говорится жаба души покупать и я вот из пластика вот из такой вот трубы пластиковой она была на самом деле вот такая цельная я ее как бы разрезал но во первых длину какая мне нужна и во вторых разрезал здесь и соответственно она одевается и нормально защищает во всяком случае в случае падения удар будет приходиться не на объектив камеры что просто недопустимо потому что если объектив там поцарапался или какой-то скол то честно говоря полировать его нельзя ну собственно говоря можно но очень сложно там все-таки есть затемняющий слой который если повредить качество будет все-таки не то но если уж сильно прям как бы приспичит то я у меня есть видео обязательно подписывайтесь на канал на котором я вам покажу как нужно правильно и грамотно отполировать вот этот объектив потому что замена сама я вот смотрел оригинал чтобы объектив чтобы нормально качественно заменили как минимум стоит 78 тысяч а в некоторых магазинах вообще доходит до 12 то есть среднем 10 тысяч получается здесь проще купить абсолютно новую потому что ну как бы будет у вас и про запасы батарея и все и как бы как бы смысла нет его ремонтировать поэтому я в следующем видео обязательно покажу и расскажу как грамотно и правильно полировать ну конечно ухудшение в качестве она в любом случае будет но в любом как говорится из двух зол выбирают меньше ну собственно говоря вот это крепление она вернемся опять креплению крепление очень полезно очень нужная она стоит в районе 300 рублей я выбирал на алиэкспресс по отзывам там можно купить и за 200 за 150 но там очень хлипкие показались во всяком случае мне по фото и по отзывам не очень хорошо как бы отзывались поэтому я выбрал такой оптимальный вариант который мне обошелся в рублей не знаю на 350 370 там с доставкой в москву вот как это все выглядит крепится довольно таки легко держится надежно поэтому однозначно рекомендую также я заказал для себя такой же крепеж только с присоской которую можно прикопить в автомобиле чтобы пользоваться как видеорегистратором или же например прилепить кузов автомобиля и снимать движение то есть очень полезно и обязательно как бы я сниму ролик про про то как вот это например крепеж в действии по про крепеж с присоской в действии также вот на моем канале есть видео где я сравниваю копии аккумуляторов для со экшен камер sony вот это например npb x1 и в предыдущем видеоролике я как раз рассказывал о том что в принципе никакой такой сильной разницы нет мне просто очень часто пишут и спрашивать стоит ли брать ну вот эти неоригинальные батареи вы знаете конечно батарея оригинальная она лучше она безопаснее там хоть какая-то гарантия есть но в любом случае она стоит 3000 оригинальная а не не оригинал в районе там 600 на 700 рублей соответственно разница очень большая но я всегда обязательно рекомендую если вы ставите неоригинальную батарею в экшен камеру то обязательно ставьте туда в камеру только тогда когда вы снимаете то есть если вы не пользуетесь экшен камерой то вот эту неоригинальную батарею рекомендуется снимать потому что несколько раз было такое то что она вроде камеры вроде стоит без дела но я там потрогал и чувствую что она перегревается поэтому в экшен камере стоит держать только оригинальной батареи то есть оригинальная батарея если она внутри ничего страшного не произойдет а когда неоригинальная все таки существует риск того что там будет какой-то перегрев или еще что то вот пожалуйста мы открыли и можем посмотреть что у меня ну вот оригинальная батарея в самой камере и ничего не нагревается никаких проблем быть не может как говорится поэтому вот оригинальная батарея и я кстати вот хочу посоветовать то что я сам увидел вот например неоригинальная батарея как вы видите в принципе визуально ничем не отличается но я заметил одно видите вот например на оригинальной здесь есть вот такая ну выбоина какая-то на оригинальном всегда есть она не оригиналах нет обратите внимание также с обратной стороны просто невозможно отличить практически невозможно ну если кто-то скажет да чуть темнее там еще что-то ну поверьте вот когда прям сравниваешь да хоть какие-то отличия можно найти если по поводу расположения то это не не является гарантией того что оригиналами не оригинал я просто сравнивал разные оригинальные батареи даже на оригинальных бывают отличаются места расположения поэтому это не факт то есть китайцы они научились настолько я не знаю качественно подделать что на первый взгляд очень и очень сложно отличить поэтому если вы будете собирать брать оригинальную батарею то я вам настоятельно рекомендую не брать на каких-то малоизвестных рынках или в интернет магазинах лучше тогда обращаться в официальные сервис центры либо там официальное представительство магазины sony и там приобретать оригинальные батареи потому что честно сказать отличить практически невозможно если кто-то скажет что легко отличается и легко отличается это прям совсем кустарные подделки а хорошего хорошо сделанные подделки их практически отличить невозможно ну не не знаю с разных сторон с разных ракурсов правда и голограмма и все и все это еще но как бы вот голограмма она и не знает то ли стерлась но это и вот не оригинальной батареи я попользуюсь давно видите тут даже вот пленка как-то отошла там это точно когда она была новая ее практически невозможно было отличить это действительно факт это действительно я говорю то что есть так но насчет батареи поговорили насчет крепежей поговорили почему я для себя решил все таки брать исключительно а с 50 да потому что в принципе плюсов действительно очень много в этой камере то есть различия опять-таки я скажу во первых нет например от 3000 на отличается чем тем что нет 4к ну 4к честно говоря мне совершенно не нужно и также нет оптической стабилизации до оптическая стабилизация значительно лучше чем электронная но опять-таки смотря цена-качество это стоит 10 тысяч это стоит 30 тысяч мне по мне уж лучше купить три таких камеры поставить с разных например сторон ракурсов снимать там тоже самое какое-то действие чем одну ту также почему я и мне нравится вот например если сравнивать там с сотыми с двадцатыми с пятнашкой с тридцатой почему не это больше нравится ну во первых форма видите вот снизу она какая-то вот прямая то есть ее можно всегда поставить некоторые модели они снизу окружены это во первых во вторых здесь прямо на корпусе есть крепление для штатива 1 для на некоторых есть либо только в аквабоксе либо вот специальная такая планка которая крепится как шинками то есть это 2 такой плюс потом насчет аквабокса как видите аквабокс он здесь все ровно и некоторых моделях там на 15 на 30 там округленные соответственно когда снимаешь под водой получается и что является то есть получается что очень много очень много плюсов именно вот в этой модели они скажем так усовершенствовали то есть те ошибки которые они допускали до выхода вот этой модели hdr as50 в этой модели они как бы уже довели как говорится до до совершенства совершенства конец конечно можно сказать нет конца и края всегда можно что-то придумывать выдумывать но честно сказать вот я вот сколько не пользовался это уже вторая практически камера вот hdr as50 я очень доволен аквабокс очень функциональный нормальный единственное что конечно когда камера находится в аквабоксе то звук записывается намного хуже ну с другой стороны кто же будет под водой там разговаривать или записывать какие-то звуки а для того чтобы например ездить кататься на велосипеде я все-таки советую либо самодельную вот такую защиту для объектива делать либо все-таки заказать на алиэкспресс или приобрести оригинальный но оригинальный конечно стоит ну немалых денег также я вы знаете также я обязательно вот в следующем видео сниму как я я уже подумал что защиту можно сделать не из пластика как вот это например а прорезиненного из какого-то шланга соответственно он будет прорезиненной со всех сторон защита и главное добиться чтобы вот этот объектив как вы видите он выпирает вот видите вот он выпирает и получается нужно чтобы буквально на несколько миллиметров шланг защита она была больше чем этот объектив чтобы в случае удара весь удар приходился не на сам объектив а на защиту потому что как я сказал замена объектива это честно говоря даже не то что пол стоимости новой камеры это практически там 90 процентов стоимости новой камеры поэтому ни в коем случае не роняйте обязательно скажем так подумайте о безопасности вашей камеры безопасности вот именно объектива потому что когда камера падает на любую другие стороны ничего страшного не происходит честно сказать я даже вот знаю ребят которых там отвалилась крышка еще что-то на она работает снимает качественно никаких проблем нет а если проблема с объективом то это все сказывается уже на качестве видео собственно говоря на этом видео все обязательно в следующем видео я расскажу о всех плюсах и преимуществах ну и соответственно минусах камеры hdr as a s 50 пожалуйста пишите в комментариях ваше мнение по поводу умное изложенного делитесь своим опытом может быть у вас есть какие-то факты там в пользу этой камеры или наоборот вы считаете что там у этой камеры много минусов пожалуйста пишите в комментариях также если какие-то вопросы будут задавать вопросы по поводу там меню я расскажу то что тут ничего сложного интуитивное меню легко настраиваем и пожалуйста пишите вопросы в комментариях ставьте лайки делитесь этим видео и обязательно подписывайтесь на канал на этом все всего доброго и до новых встреч